Сделана на полетках борьба за звук, за еврейский народ, за счастье вместе с Сашей Еленом, продюсером, поэтом и не музыкантом. И не музыкантом, да, и не музыкантом. Но я уже не делал это так, если что. Не любим, но у меня будет чайность. А ты сможешь, когда у нас эфир начнется, вот сейчас? Субтитры делал. Здравствуйте, с вами Ленис Марагдова и Александр Елен. Привет. С нами рубрика «Сделано на коленках». Здравствуйте, зрители ютуба «Незабаненного пока». Мы сегодня обсуждаем искусство и любовь к искусству. Саша, скажи... И искусство любви, если кто захочет услышать. Саша, скажи честно, какие четыре события в прошлом ты Сталина видел? То есть ты считаешь меня таким устаном, что в моей жизни произошли уже целых четыре события. Четыре события. Я не видел Сталина, но я видел одного мужика, который видел Сталина. И он был сзади? Сзади Сталина. Ну, знаешь, в то время все мужики были в определенной позе, а Сталин был сзади. Вот с чего начался твой музыкальный путь? Саша, кстати, у нас продюсер и поэт. Мы уже об этом говорили. Саша, ты, кстати, обещала помочь мне выступить своими стихами, и ты забыл. Потому что я еще не видел твоих стихов. Я очень предельчив. Я тебя показывала. То есть я их так быстро забыл, значит, над ними надо еще поработать. Вот так и связывайся с этими евреями. Чего начался твой музыкальный путь? Мне был, во-первых, у моего папы, царство ему небесное, его был магнитофон Неринга. Это такой магнитофон, соединенный с радиоприемником. Павловый страшно любил джаз 30-х годов. А как ему это удалось? Да, он кто-то каким-то образом, это было, видимо, до моего рождения, он записал там всякого Луиса Приму, Армстронга и даже какие-то рок-н-роллы 55-го года. В общем, когда я пошел в возраст, когда я уже стал что-то понимать, вокруг меня играла вполне нормальная, приличная джазовая западная музыка. Потом были радиостанции социалистических стран. То есть польское радио можно было поймать на длинноволновом приемнике, и там всякие польские вокальные ансамбли пели что-нибудь, эти кубеты, пшечки, в общем, вот эта вся лабуда, она очень была не похожа на российскую эстраду, которая вся пела с оперными голосами про березки, родину, и вот это вот все, что мы так любим опять сегодня. Потом, где-то мне было, наверное, лет 14, у моей мамы есть двоюродный брат, мы с ним до сих пор дружим, соответственно, я старенький, а он еще старше. Он ненамного меня старше. А он Сталина видел? Он не видел Сталина, он тоже родился после. Почему современных молодых девушек, так красящих глаза и так прекрасно одевающихся, так волнует Сталин? А что? Это какая-то недолюбленность? Это какая-то вот... Вам хочется этого карлика с сухой ручкой, чтобы он тысячами отправлял кого-то на спирт, я не понимаю? Куриной лапкой? Это куриная, да. И что с вам? Из-за курножка. И что там наши 14 лет? Вот. Я у своего друга и старшего, как бы, родственника, взял по домой на этот магнитофон нерингу, послушать катушку. И я помню точно до сих пор, мне было 14 лет, этот 72-й год, никого из вас, юных девушек, не было тогда планов даже. Даже, может, еще и родителей ваших не было. Чего уж там. Саша, а сейчас не все знают, как катушка выглядит? Это то же самое, что и бобина? То же самое, что и бобина. А вот как вы ее таскали? Ну, это такая пластмарка, как таскали, в коробочке, в картонной коробочке было написано, что там записано, и до сих пор у многих том это есть. Это не все выкинули на помойку, потому что это артефакт эпохи. Короче, важно, что там было записано. Ну, и что там дальше было? Я до сих пор помню, что там был альбом группы Верху, Who's Next, альбом группы Grand Funk Railroad, названил Survival, и альбом группы EuroHit, Demons and Wizards. Ну, и в добивке две песни, Beatles for Sale. И я заболел этой музыкой. Потом я уже стал какие-то бегать на какие-то толкучки, менять маму... А, мама мне привезла из Венгрии пластинку группы The Tremels. Так у тебя блатная семья? Мама один раз съездила за границу, и... Я блатила. Ну, она, конечно, в Венгрию съездить в 1976 году. Это был, конечно, крайняк, да. А мне в 1976 году... Нет, сейчас я скажу. Я учился в девятом классе. Это, наверное, был 1973 год. В 1973 году съездить в Венгрию из России, это был, во-первых, лотерейный билет счастливей. Во-вторых, там было шматье. У меня была майка с роликом стоунус. Дома была пластинка группы The Tremels. Я был козерной чувак. Все девчонки же были бы моими. Послушай, кого... Девчонки и так были бы моими. Кого волновали тогда девчонки? Важно было среди пацанов занять как бы правильное место. А, альфа-санкцион. Ты была альфа-санкционом, да? И до сих пор остался. Короче говоря, с этого начались мои путешествия по толкучикам, собирание всех и коллекций. А ты же в Питере жил когда? Нет, уже в Москве. Ты уже в Москве, да? Родился в Питере, но переехал я в Москву в четвертом классе школы, соответственно, это было около 69. Еще не все битловские пластинки вышли в 69 году. Ага. Только начинался ЛЦ. Слушай, я была в том клубе в Гамбурге, где Битлз получили свою первую популярность. Это не называется Каверна, Каверна в Ливерпуле. А в Гамбурге... А там на улице красных фонарей, там все вот эти вот полиотексуальные, они неудовлетворенные. Мы сегодня с тобой шли. Мы сегодня с Сашей обсуждали, что чем страшнее обстановка, тем лучше секс и размножение. Не совсем так. Тем выше фертильность. Мы обсуждали это абсолютно в научных терминах. Не говорили ничего такого, что не понравилось бы хорошо воспитанной девушке. В общем, ребята, Саша был героем своего времени. Ты стрелялся с битой. Я еще не сбитый летчик. Сашенька, подожди, ты же у нас имеешь три эпохи. Ты имеешь прошлое, в котором у нас все не было. Намного больше. Пять эпох. Копи, раздави. Я посчитаю сначала. Назови, назови. Первая. Первая эпоха я закончил Менделеевский институт и стал работать на заводе простым, сначала мастером смены, потом начальником участка, замначальником участка, извиняюсь, а потом кончились мои три года отработки по диплому, как тогда было положено, и я немедленно пошел в дробильщики. Но кого ты выучился? Я инженер-химик, переработчик пластмассы. Сашенька, господи. Так что в тот момент, когда кто-то превращается в пластмассы, я могу переработать. И ты знаешь, что с этим делать? Самое главное. Конечно, конечно. Виниловые пластинки. Короче говоря, это было, да, да. И в тот момент я начал знакомиться и дружить с музыкантами, и писать стишки одновременно. Причем я начал писать стишки. Ты пошел на кривую, да, дорогу? Я, например, работая на заводе, чуть-чуть было не выперли, потому что я был в страшных ссорах, ну, в контрах, как тогда говорили, с начальницей, со своей трехнутой бабкой. И я написал про нее длинную поэму ручкой на задней стороне большого производства агрегата. И все пришли и прочитали, и чуть не выперли. Ты ее помнишь? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, и нет. Саша, да. Это было начало. Она же, если бы она была записана в компьютере, как сейчас, или хотя бы на бумажке, а я ее написал... Это был крик души. Я не маркеров тогда не было, но чем-то я написал, я помню, прям на... Агрегат он закрыт таким тонким жестью или чем-то. Ну, в общем, металлическое, покрашенное, вот сверху там и так далее. Мелом может стать. Ах, какой-то романтик. Что романтично? Как на песке. Ну, знаешь, как на песке делают рисунки, разные инсталляции, а потом так, видите, а вдруг почти массаж, и все смылось. В общем, женщина, ты впечатлена. Короче говоря, короче говоря, это еще была та жизнь, которая называлась «Инженер-химик». Это первая жизнь. Да. Которая кончилась с тем, что я уволился с работой и стал получать авторский, потому что я уже к тому моменту написал всяких песен с группой «Альянс», с группой «Гулливер», группой «Зигзаг». В общем, есть такой список запрещенных групп, и это для половины этих групп писал тексты. И это началась моя вторая жизнь, которая закончилась через 6 лет, потому что в 90-м году я опа и уехал в Израиль. Ага. И тут началась кошерная жизнь? Нет, кошерная она никогда не была. Ты кошрут не соблюдал? Не соблюдал. Ага, хорошо. Никогда в жизни. Ты приехал на Святую Зелью? Мне не надо. Ты в Иерусалим сразу приехал? Да. У вас там была Иерусалимская тусовка? Десять лет сплошного счастья. Это там был Миша, Миша Ладковский, да, Антон Носик, это был ты с ними был тогда. Миша был не очень внутри этой тусовки, А Носик, да, очень. Ага. И потом, когда они все в конце 90-х стали переезжать в Москву, заниматься бизнесом, как-то так получилось, что в 2000-м в 2000-м я приехал, осмотрелся, а в 2001-м уже приехал на совсем, ну, работать, как бы, да, оставив половину семьи в Израиле на тот момент. А что значит половину? Ну, мама осталась в Израиле, папа остался в Израиле, царство на небесное. А женщина? В Раха. Первая моя жена осталась с ребенком, а с двумя детьми, а здесь я, у меня случилась новая семья и новая дочь. Какой ты, Сашенька, шалун! Шалун молодец! И ты, значит, был в Израиле. Это все не очень от слова шалун. Шалун, это как раз когда ты женат и погуливаешь. А ты... А у меня была тяжелая история расставания и тяжелая история... Ты чем израиле занимался? Потому что вот Миша Лобков все время стонет, что у него было все хорошо, он покупал куриные жопки и ему в подарок реиздавали. И он так жил. И потом он стал великим психологом и приехал вместе со всей Иерусалимской тусовкой поднимать седину. А ты там чем занимался? Ты жал эти куриные жопки? У меня была видеотека еврейские штучки с моим другом Леней. Мы раздавали, окормляли весь Израиль аудиокассетами русскими. Мы окормляли весь Иерусалим фильмами, которые сами и переводили иногда. Там было штук наверное 70 или 80. Это был с таким голосом? Нет, это не я. Мы переводили во-первых хорошо, а эти все ребята как выяснилось, переводили очень поверхностно и плохо. Никаких... Ну, речь героев голливудских фильмов она полна шуток и мемов так же точно как речь какого-нибудь фильма типа «Место встречи изменить нельзя» или «Покровские ворота». А переводили их вот так, потому что считалось, что это... Ну, во-первых, чтобы его не узнало как и было. Переводил Гаврилов, я не помню, кто там переводил. Гоблин переводит... Ленечка, не путай, не путай... Людям важна точность. Гоблин переводил фильмы своим собственным литературным переводом, не имеющим отношения к оригиналу. Этим он прославился. А, все. Окей? Было три переводчика старых, которые видеокассеты русские переводили, а мы были четвертыми переводчиками. Покровник. Я переводил, у меня был специальный дом-агрегат по подстройке скоростей. Мы переводили сразу на оригинальную кассету, которая была как бы освобождена от авторских прав, потому что куплена в правильной компании, как положено в Израиле, где соблюдают авторские права, не как здесь вот эти четвертые перезаписи и так далее. Мы там боролись в Израиле с пиратством, безуспешно, правда. И мы возили артистов. Мы здесь организовали штук шесть гастролей. Да вы в Израиле стал продюсером? Театром лецидеи. Нет, продюсером я был еще до того, как я уехал. У меня был собственный коллектив Примадонна, с которым я ездил на гастроли даже в Ирландию, в Польшу. Да, ладно? Это в 89-м году быть в Ирландии, это значит для советского человека немножко шел. У тебя был блат? Ну, мы заняли там первые места в каких-то конкурсах ВИА, первых групп, и нас пригласили. А вот какой-то вывод, ну, сейчас же, знаешь, вот есть вот Йосик Хобзон, Пугачев. Йосик Хобзон умер там, не есть. Но он все равно в памяти нашей есть. Он как вот... Ну, в памяти нашей есть еще и Йосик Хобзон уже нет. Ну, ты с ним дружил? Ну, я видел его пару раз живьем, я чуть в обморок не упал, так это было страшно. Но он же был старенький. Да? Да. То есть недавно на кого-то... Шел снег, и вдруг из снега прямо рядом с гостиницы Пекин на меня вышел бледный Хобзон. Я чуть не обделался, прости за даже... Слушай, я была... Ночь живых мертвецов. Слушай, я была на его концерте в Сеногу, и не в Сеногу, когда... Но певец он был знаком. Ничего не говорится. Как он... И вот он как красиво сказал. Меня должны были сегодня позвать выступать в Москве, но я сделал все, чтобы приехать к вам. Он настолько уважал своего зрителя. Ты знаешь, у меня к Кобзону очень сложное отношение. Он у меня ассоциируется с песнями про партию и правительство. Во-первых. А во-вторых, я человек нерелигиозный, но я плохо отношусь к евреям, которые стали православными. Ну, просто плохо. Вот ты знаешь, я тоже им не доверяю. И вот однажды, прямо на моих глазах, сидя от меня в 12 метрах в центре Сандлера, это было совсем незадолго до смерти Кобзона, уже, как говорится, политическая обстановочка в стране была разная, Кобзон встал и сказал, я всю жизнь прожил в России, и сейчас, когда я уже такой старый, я решил, что я должен принять веру в людей, среди которых я живу. Я принял православие. Я слышал это, собственно, в уши. Серьезно? С тех пор, мое отношение к Кобзону немножко ухудшилось. Ну, хотя, можно списать это уже на... Я думаю, это возрастло. Это возрастло. Не надо... Это его личное дело, как это оплата. Итак, ты... Лучше, хорошо. Ты посетил с девчонками, выиграл кучу конкурсов, уехал в Зряе, это была твоя третья жизнь. А как четвертая началась в России? Когда я приехал в Россию, здесь я написал песню «Такого, как Путин» неожиданно в начале века. Ты и твой композитор после песни как зовут композитора? Да. Значит, мы написали песню «Такого, как Путин». Я и мой композитор Кирилл, фамилия его Калашникова. Ну, это не настоящая фамилия, но он очень хотел, он очень хотел взять себе псевдоним с самой распространенной русской фамилией в мире. Иванов? Нет. Это глубочайшее заблуждение. От мало до великого во всем мире, а в некоторых странах это даже на Кирпе. Все знают русскую фамилию Калашникова. А Иванов знают, как говорится, только в славянском мире. Слушай, я ее вообще не знаю. И да, в Болгарии так Ивановка. У Калашникова? Нет, я имею в виду Иванова. Нет, у меня много друзей Ивановых. Серьезно? Прямо Ивановых, Ивановых. Они существуют? Да, конечно, Ивановых много. Во всем родственникам? Калашникова тоже есть, но самая известная в мире фамилия, не распространенная именно известная русская фамилия, это Калашников. Мы подарили миру автомат. Ага. Прибор для убийства, надо гордиться этим. Ага. Вот. Мы написали песенку, которая неожиданно прогремела во всяких телепередачах и так далее. И на долгие годы мы потом ее переделывали, немножко переписывали тело с чуть-чуть. А много денег заработали на песнях? Мы заработали мало денег. Вообще? Потому что в этой стране, чтобы заработать много денег на песнях, в те времена можно было только песню продать, а мы ее сделали для себя. Люди стали зарабатывать на песнях только тогда, когда эти песни перешли в официальный цифровой формат. И то надо делать настоящие миллионные хиты и так далее. Тогда мы заработали немножко денег на том, что песня издалась на каких-то сборниках. Но надо сказать, глядясь сейчас на 20 лет назад, что уже тогда все думали, что если песня про Путина, то лучше ее никому не показывать, а то придут, заберут и накажут. Но тем не менее... А она сексуальная песня была? Да. Тем не менее, она выстрелила, прозвенела, мы стали популярными авторами, мы сделали еще несколько десятков песен для самых разных исполнителей частично. А какие ставили считали? Ну, там было там Сам ты Наташа, например, была такая песня группа Шпильки, тоже крутили ее везде. Моя маленькая штучка такая была песня. Какие шалуны! Там было много всякого разного эротического хулиганства. Я это называю пошловатый юморок. Было много пошловатого юморок. Слушай, а вот как вот смотри, ты эмигрировал в Израиль? Не эмигрировала, эмигрировал. Саша, шалун, шалун, воспитатель. Я про русский язык. Это уже возраст. Саша, и вот, ты значит приехал, но обычно же, когда эмигранты приезжают на новое место, они приезжают с голой попой. У тебя она была прикрыта чем-то деньгами. С 120 долларами, которыми можно было бы возить, и парой картонных коробок с книгами. Ну вот сколько тебе понадобилось времени, чтобы вот раскрыть, чтобы, понимаете, в Израиле мы пожили, как говорится, от зарплаты до зарплаты, а бизнес это такой, знаешь, способ потерять деньги в Израиле. Знаешь, как говорится, что надо делать, чтобы стать в Израиле миллионером? Знаешь, это подорога? Рассказывай. Приехать туда миллиардером. Просто ребята думают, что в Израиле манна небесная. Это тоже совершенно правильно. Это правильно, но не финансовая. Нет, конечно, нет. С финансами это не касается. Но он жарит шашлыки каждую пятницу, лишь солнце закатится в Саду Независимости в Иерусалиме, и у нас деньги будет. Мы любим покушать. Тогда и тогда еще это не стоило больших денег. Сегодня Израиль стал самой дорогой страной на свете. Ну хорошо. А вот ты приехал в Россию после Израиля. С такой же точно голой жопой. Тоже светилая, да? Просто... Ну я приехал работать. Меня пригласил в Носик работать. Да? Я сразу пошел на работу. Я не приехал в воздух. Взрослый человек, зачем мне в воздух? Мне уже было много лет. А в качестве кого ты там работаешь? Я работал заместителем главного редактора, выпускающим редактором в постфактум.ру, такая называлась газета. Потом я работал в компании, которая... Как же они назывались-то? При... Грамофон. Вот компания Грамофон при Русском радио выпускали. Я был там первым директором. Я много где работал. Я работал в РБК с тех пор. Я вообще на пенсию ушел два года назад все. Ты ушел на пенсию? Да. Сейчас я нигде не работаю. Вот видите, какие у нас... И поэтому ты возвращаешься в Израиле. А последнее место, где я работал, был продюсерский центр по этому Цириева. Большого миллиардера. Но он закрылся? Я надеюсь. Но думаю, что нет. Вы там что-то... Мы там растучивали песни Гуцериева в исполнении Баскова, Киркорова и Таисии Павали. Ой, ёпп. Там весь Папсовый пантеон как бы и цепел эти песни. Но я уходя подписал договор, что я никакого плохого слова про это не скажу. А мы только с любовью. Поэтому я могу только сказать хорошие слова. То есть это была малина, вишня, любовь, и сирень. И сирень. Мы всё поняли. И вот ты, будучи пенсионером, начинаешь пятую жизнь? Нет. Пятая жизнь началась с войной. До войны ещё были планы, проекты. Было... У меня... Если говорить там ныне на полторы недели назад, то у меня был проект Крем Марго, которым я занимаюсь уже 7 лет, электросвинговый. У меня был проект Tour de Swing, который тоже свинговый и немножко более электрический. А ты вот людям объясни, что... Группа Рокенрольная Битроллер. У меня была 10-летняя, 12-летняя история группы Rap Facts, которой у меня тоже было несколько минут славы. Одна из них в Израиле, кстати. Как? Мы написали песню Хамас Маздай во время... Да ладно? Во время главной операции... Как-то это называлось... Какая-то стена. Ну, в общем, в середине 2010-х годов была очередная война с сектором газа. Сейчас, поскольку я уже... С тех пор прошло много событий, все мы немножко шокированы, я не помню точно, года. По-моему, это был 15-й или 16-й год. Была песня, которую все русскоязычные израильтяне слушали на планшетах и телефонах, сидя в бомбоубежищах. А песня была, да, я знаю, евреев не первый год. Я вижу насквозь уже хоп и хлеба. Это твоя песня? Да, ты знаешь, я знаю, просто ребята не знают. Ну, конечно. Слушай, а вот я недавно... Это все можно погуглить, это хоть и вырубали из Ютуба, но группа Рабфак, и Рабфак 2.0, которая, слава богу, успела выпустить два альбома в ушедшем году, в 21-м, потому что они все-таки должны быть где-то востребованы на цифровых площадках. Вот. Кое-что я успел сделать до войны. Слушай, а вы скажи, вот я недавно голосовала из-за твоих ребят на сайте, там, где эфиры было, там и все проще. А по другу попросила хорошего? Всех попросил. Слушай, ну что, выиграли-то в итоге? Мы всех всегда побежали. В какое место? Я не помню. Это не важно. Это не важно. Слушай, ну это же вообще круто оказаться вот среди, я смотрю фамилии, думаю, больше, 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 больше. Я не знаю, круто это или нет, но... Саша, мы молодежи. Я написал несколько хитов, которыми я горжусь. А тебе нравится Земфира? Я не люблю женщин, поющих о своей тяжелой судьбе. Это не мой круг интересов. Я могу обеспечить женщине тяжелую судьбу, но как она потом об этом будет петь, это меня не интересует. И на этой позитивной ноте радио, как это, сделано на коленках вместе с Леней Смарандовой. А почему ты не сидишь у меня на коленках? В этот момент так уже сделано на коленках. А жена как что скажет? Жена скажет, молодец, наконец-то ты, как говорится... Я в этот... Вот так вот, вот так вот. Одна коленка и вторая коленка. Давай, а, мы же с тобой хотели сыграть в эти... Нет, я хотел сыграть в эти... Вот так вот. Сделано на коленках вместе с Александром Еленом. Мы вас любим. Спасибо. И до встречи в Израиле. Спасибо. Давай. Пусть все завидуют. Все, выключаем. И до встречи в Израиле. И до встречи в Израиле. И до встречи в Израиле. Спасибо.